Приветствую вас, и проблема, которую вы описываете, она довольно-таки глубокая. То есть, вы понимаете, вообще да, желать любви, желать мужской любви, это нормально. Но, понимаете ли вы, что нельзя хотеть любви, нельзя хотеть любви мужчины, нельзя хотеть, чтобы мужчина полюбил, как нельзя хотеть преданных друзей. Почему? Потому что, желая какого-либо отношения к себе, мы тем самым, во-первых, идеализируем это. Во-вторых, во-вторых, мы не принимаем позицию другого человека. Если вы понимаете, конечно, о чем идет речь. То есть, если мы хотим любви, то мы, как правило, не только идеализируем вот эту самую любовь, но мы еще и отказываемся принимать то, что может дать нам человек. Мы отказываемся принимать то, что предлагает нам человек. И получается так, что мы находимся в постоянном неврозе. Мы хотим, чтобы нас любили, но при этом мы не позволяем человеку любить нас так, как он может. Мы не принимаем ту любовь, которую нам дают. Мы не принимаем ту любовь, которую нам дают. Мы не способны этого сделать. Потому что нам-то нужно то, что хотим мы. Если говорить о... Если говорить об образе, об образе дружбы, об образе, например, любви, то этот образ продиктован нашими желаниями. И наши желания, как это, ну, в общем, наверное, логично звучит, наше желание, не имеют никакого отношения к любви и к дружбе. Вам для чего-то, вам для чего-то были нужны друзья? Вы для чего-то в этих людях, в этих друзьях растворялись? И, судя по всему, сильно, видимо, растворялись? Ну, вот как вот, как вот я понял. Вы сильно, сильно растворялись в своих друзьях. Сильно растворялись вы в людях. Люди чувствовали, какую вы накладываете на них ответственность, и естественно, что им было тяжело. Им тяжело чувствовать ответственность ту, которую вы на них накладываете. Когда нуждаетесь в них. Понимаете, в чем дело? И в итоге получается, что вы мало того, что ожидаете от людей очень многого, мало того, что вы ожидаете от людей такой любви, какой хотите только вы, которая продиктована вашими желаниями. Так вы еще и гоняясь за любовью, растворяясь в человеке, накладываете на него чрезмерное количество ответственности, и заставляете его быть в той роли, человека заставляете вы быть в той роли, какая его может быть совершенно не по душе. И именно поэтому вас предают друзья. Ну, кстати, именно с предательством друзей здесь в принципе нужно еще разобраться, почему именно вас предавали друзья. С чем это связано? То есть, раз предавали, значит, это было не один раз, а раз это было не один раз, значит, скорее всего, что для этого были какие-то факторы. Ну, объективные там факторы, не объективные там факторы, это по большому счету не так важно. Важно, что это было, и нужно понять, что именно. Соответственно, ваши желания, которые образуют вот этот вот самый образ отношений, образ настоящей любви, которую вы так хотите. Вот это нужно анализировать, пронабатывать и корректировать. Потому что, потому что, никто вас, никто вас не полюбит по-настоящему навсегда, пока вы не будете любить сами себя. То, что вы не любите сами себя, то, что вы не принимаете себя такой, какая вы есть. Это совершенно очевидно. Почему? Да потому что, если бы вы себя принимали такой, какая вы есть, вы бы не нуждались в любви других людей. Вы бы не нуждались в друзьях, вы бы не нуждались в любви мужчины. Подумайте, зачем вам любовь? Для чего она вам? Просто задайте себе этот вопрос. Для чего вам любовь мужчины? Зачем она вам? Что она, по вашему мнению, вам должна дать? Ваша особенность в том, что вы хотите любви, предполагая, предполагая, что вам любовь что-то даст. А в действительности в любви не получают. В любви отдают. Вы же хотите получить, и именно потому, что вы хотите получить, люди это чувствуют, чувствуют, что вы хотите получить, и они от вас по этой причине отдаляются. Потому что люди чувствуют, что вы хотите брать, а это значит, что, скорее всего, не хотите отдавать. Если вы не хотите отдавать, то, естественно, что люди относятся к этому негативно, люди относятся к этому настороненно. Людям неприятно, что вы хотите получать и не хотите отдавать. То есть, даже если вы хотите отдавать, люди-то этого не знают. Понимаете? Люди не знают о том, что вы хотите отдавать. Люди думают, что вы хотите только получать. Они думают так. И, к сожалению, они имеют право так думать. Для того, чтобы показать людям, что вы не хотите только получать, но вы желаете отдавать. Начинать отношения нужно с того, чтобы отдавать, но только то, что людям нужно. И ровно столько, сколько людям нужно. То есть, вести себя как независимый равноправный партнер. Я думаю, что вам не нужно говорить о том, что вы себя так не ведете. Основная проблема – это самооценка, уверенность в себе, самодостаточность. Ну, возможно, страх остаться одной. Но, на уровне психоаналитического взгляда, можно сказать, что родители, они с вами ведут себя исключительно как родители. То есть, они не ведут себя с вами как друзья, например. Они не ведут себя с вами как равные. Вот. И из-за этого вы хотите любви. Но вообще причины могут быть очень разные. И то, что вы желаете друзей, то, что вы желаете любви – это следствие ваших взаимоотношений с родителями. Всегда. Это всегда так. Например, не дастся неоднократно родителями. Или не позволение родителями быть свободной вам. Или, значит, там, постоянные напоминания о том, что вы – это ребенок, который от них зависит. Ну, и так далее. То есть, понимаете, если вам хочется, чтобы вас кто-то любил, значит, родители вам не дали любви в период до 5 лет. Вам не дали любви, родители не дадали любви. И в итоге себя вы не любите. Не принимаете себя, не любите себя такой, какая вы есть. Не принимаете себя, безусловно, такой, какая вы есть. Понимаете? Обесценивайте себя и идеализируйте других. Очень может быть, что для вас любовь и дружба – это аналог родительской заботы, которая вам нужна, чтобы вас взяли, укутали, приезжали к себе и избавили от всех проблем. Ну, так ага, мужчина и друзья – это же совсем не то, это же совсем другой тип отношений. И для этого нужно хотя бы вначале, хотя бы первое время быть независимым, чтобы мужчина вас добивался. Если вы гоняетесь за друзьями, то эти друзья понимают, что вы будете их использовать. Если вы гоняетесь за мужчиной, и этот мужчина понимает, что вы пытаетесь его привязать к себе. И что вас не нужно добиваться, что вас не нужно завоевывать. И всякая ценность падает. А для того, чтобы была ценность, как друга, как девушки, да, как женщины, как жены, как спутницы жизни, нужно, чтобы между вами и другими людьми было что-то общее. Не просто, чтобы вот я хочу дружить или я хочу любви. А нужно, чтобы именно между вами было что-то общее. И если мы говорим про что-то общее, то естественно, что это что-то общее вытекает из ваших желаний, из ваших потребностей, из ваших каких-то увлечений, хобби и прочего-прочего-прочего. И вот здесь как раз таки для вас как бы путь к тому, чтобы получить то, что вы хотите. Это путь для вас. Но этот путь, его нужно, понятное дело, пройти. И работа обязательно с самооценкой, с уверенностью в себе и с принятием себя. То есть личностный рост. Личностный рост и самодостаточность. Вполне возможно, что это еще работа с вашими страхами и некоторыми установками, которые дали вам родители. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.